Здравствуйте, пресс-центр продолжает свою работу. Рядом со мной Андрей Аметов, компания Кубик Медиа. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поводробнее о компании. Кубик Медиа – это IT-компания, которая занимается аудиовизуальным оформлением бизнеса. В первую очередь это разработка софта, который масштабируется, который может применяться в максимально большом количестве точек единовременно, но также это гибкая API, которая позволяет встроиться в ваш непосредственный софт и управлять музыкой и видео так, как вам удобно. Также мы являемся музыкальным лейбом и производителем видеоконтента, и, соответственно, любое соблюдение авторских прав, юридические моменты – все также решается через нас. То есть получается, мы – компания, которая оказывает аудиовизуальные услуги под ключ, вплоть до колонок и мониторов. Не только софт, не только контент, но и можете, в принципе, торговую точку, например, полностью оборудовать от и до. Да. В общем, сейчас мы еще также разрабатываем специальные решения на базе кассовых аппаратов. То есть у малых франшиз есть запрос на некие устройства «все в одном». То есть они используют двухэкранные системы. То есть когда кассир видит, с одной стороны, все, что он выбивает клиенту, а клиент, в свою очередь, может видеть рекламу. То есть, например, близлежащих, либо товаров внутри. То есть вот этот видеоконтент, он весь может быть подготовлен, соответственно, защищен весь по лицензиям специально для вот таких малых франшиз. Также еще в малых франшизах часто администраторы на точках используют свои собственные музыкальные предпочтения, подключают колонки. Это у нас запрещено по законам. Сейчас есть такое бытует мнение, что закон у нас соблюдается некий международный, что уход Sony Warner повлиял на то, что теперь авторские отчисления не нужно платить в России. Это заблуждение. В России соблюдается российский закон. Есть авторские сообщества, которым, соответственно, нужно производить выплаты. Либо, как в случае работы с нами, можно работать напрямую с правообладателем. У нас есть свой музыкальный лейбл, свой видеопродакшн. И покупая, соответственно, контент у нас напрямую, можно сделать некие пакеты под гибкий бюджет со своими спецификами. То есть, например, если у вас молодежная супер-купер-кофейня, соответственно, музыкальный контент будет прям или написан, или подобран в зависимости от ваших бизнес-задач. Бизнес-задачи могут быть и такие, что, например, у нас заказывают некие бутики музыку подинамичнее. То есть у них такой формат, чтобы клиент быстрее уходил. Есть, соответственно, форматы ресторанов, которые хотят, чтобы клиент подольше оставался. Все это выполняется через музыку. Также, ну, или на любых носителях рекламы можно, соответственно, еще монетизировать дополнительно помещение. Все это управляется через софт. Этот софт уже более 10 лет обкатывается у нас на крупных федеральных сетях. Но мы понимаем условно, что слишком большие крупные софтовые решения, они могут казаться сложными. И поэтому у нас выйдет также в ближайшие два месяца софт для малых точек, непосредственно которым нужны будут только те кнопки, которые непосредственно они используют. То есть, например, у нас в крупном софт решении есть рекламный кабинет для торговых центров, например, но кофейни он не нужен. То есть торговый центр нужна очень высокая плотность сетки эфира. Они должны понимать, когда какой клиент, ну, точнее, их арендатор воспроизводит ролик. И все это они видят в сетке. И плюс еще, что можно всю целую сеть торговых центров объединить и для каждой задать отдельное расписание. Также это используют еще для корпоративных радио, корпоративных ТВ. Ну, это уже… То есть способов применения очень много. Соответственно, и технических решений тоже много. Вот. Также еще сейчас, если говорить про малый бизнес и маленькие кафе, наверное, не в тему ритейла, я все рассказываю. Ну, почему бы нет? Расскажем, чем он может быть полезен, в принципе, всем. Сейчас у нас совместный проект Яндекс. Это вот можно увидеть на нашем стенде 1.14. Навык для бизнеса. Он встроен в Яндекс-колонку. То есть можно активировать голосовой помощник, сделать стереопару и озвучить небольшое помещение. С этим вообще тоже никаких проблем. Крупный ритейл уже в основном к нам приходит за вот либо написанием контента, либо еще наибольший запрос. Это масштабируемая система на кодах, которые позволяют через API прокидываться в… Не знаю, просто не могу, наверное, называть, но вот система X5, магнитов, они используют как раз развертывание, позволяющее за одну ночь озвучить сразу полторы точки. То есть буквально открывается магазин, вместе со светом включается и музыка, реклама на экранах. Все буквально срабатывает и управляется из одного дата-центра в Москве. И вот эта вот масштабируемость – это практически уникальное наше предложение. То есть и некоторые фичи мы можем внедрять непосредственно под клиентов. Потому что мы IT-компания, то есть вот как бы два таких объекта объединенных – это создатели контента и IT-компания, которая занимается тем, чтобы этот контент воспроизводился много где максимально удобно для конечного пользователя и максимально гибко предоставлялись возможности для франшиз и крупных сетей ритейла. Замечательно. Крупным игрокам это просто необходимо. А мелким игрокам можно сделать так, чтобы работник какой-то торговой точки или ресторана не приходил и не начинал свой день с включения пяти плазм с флешками, с включения музыки, выбирания радиостанции и так далее. Все будет работать с самого начала, только откроется дверь. Да. Я еще такой пример приведу, что многие покупатели франшиз сталкиваются с такой проблемой, что в их повышальную систему, ну вообще в принципе, когда они покупают франшизу, они покупают некий маркетинговый кит, который отвечает за оформление, за поведение персонала, за то, как должна работать кухня, но туда не входит то, как должно быть оформлено помещение. Видео форматы все предоставляются, так скажем, китовые, то есть условно в главном офисе сделали некую крутящуюся рекламу, она не отражает специфику. То есть, например, в Татарстане там немножко другой формат рекламы, и когда им московские вот помпезные ролики выходят на экранах, на них мало происходит реакция, как правило. То есть, есть некая специфика точек, и крупным игрокам франшизным мы можем предложить как раз то, что они могут расширить свой пакет за счет того, что они минуют тот момент, когда администратор, купивший франшизу где-нибудь в Сыктывкаре, включит свою песню, и к нему придут с огромным штрафом, потому что любое воспроизведение на коммерческой территории является, ну, подлежит, соответственно, оплате. И если нет договора с правообладателем, то, понятное дело, что это человеческий фактор, но никто не застрахован, но, как правило, если где-то нет правила, то происходит саморегулирование. Если администратор в Сыктывкаре стоит в тишине, он непременно включит свою музыку, это невозможно избежать. И, соответственно, крупным франшизам важно задумываться вот над более широким спектром маркетинга, который может предложить компания. Плюс еще у нас нередкий такой маркетинговый запрос, связанный с тем, что многие компании, уже получая нашу музыку, начинают подходить к администраторам ресторанов и кафе и задавать вопрос, а как нам это послушать? То есть это не шазамица, потому что это не общедоступная музыка, так скажем. И мы предлагаем некий набор плейлистов, то есть постматериала, который распечатывается для клиентов. То есть у нас есть штат дизайнеров, который за это отвечает. И клиент может унести кусочек лейба с собой. Такой запрос часто еще бывает в фитнес-сетях, потому что часто мы проводили совсем недавно вопрос в одной федеральной сети, которая начинается на большую английскую букву. Я не буду показывать, какую. В общем, клиенты на 70% считают, что музыка в фитнес-клубах, как правило, абсолютно неслушабельна. То есть и они, поэтому всегда приходят в своих наушниках. У них нет ассоциаций с тем, что они не только потребляют тренажеры, они не только потребляют тренеров. То есть очень многое возлагается на непосредственный персонал. Нужно улыбаться еще, но в любом случае у клиента откроется что-то рядом, он пойдет туда, и у него не будет никаких новых ассоциаций. А если он придет, у него была замечательная музыка, у него было замечательное оформление, у него на экранах крутились. Антоха МС ему показывал, как нужно заниматься фитнесом правильно. Все. Он приходит в свой ближайший фитнес-клуб, у него там абсолютно стандартный пакет, и он думает, нет, я лучше пройду в два дополнительных шага, но сделаю так, как нужно. Но такие запросы есть не только у фитнесов. То есть, например, операторы мобильной связи тоже заинтересованы в том, чтобы их бренд немножко уходил дальше, чем те, кто присылает вам смс, пополнить счет. Они пытаются немножко разнообразить свои мобильные приложения, свои промо-материалы. За всем этим они тоже приходят к нам, и, соответственно, мы это все предоставляем. Исчерпывающе спасибо большое, Андрей, и пожелаем вам удачи. Спасибо большое.